Привет, зрители. Я сначала начала ее наряжать, потом подумала, что может это включить камеру. Хотя у меня тут 33 минуты времени и зарядки примерно так же. Просто мне это... сори. Да, у меня не особо чистая голова, если я вдруг буду в кадре. Я не включила лампу, которую еще не обозрила. Ну, в смысле, не смонтировала. И вообще я жутко уставшая. Но ты это увидишь. Это новая елочка. Я купила эту новую елочку. У меня еще есть дождик отдельно купленный. Ой, игрушечка того. Игрушечка того. Ну что, Алиска, у тебя есть целый большой шарик. И как бы я, наверное, дождичком-то пошуршу уже, когда Новый год наступит. Потому что мне совсем сейчас некогда. С одной стороны, у меня сегодня полдня выпало. С другой стороны, так устало, что у меня в итоге весь день выпал. Потому что сейчас на кухне несколько часов сидела практически без особого движения. Просто тупо бесил. Что-то поделала, но вот белье не погладишь, потому что ноги жутко устали. А там без твоя же все-таки гладишь. У меня такие такие бусики. А, да, у меня же тут есть за 200 рублей такая ерунда. Если ее еще не совсем... А, еще ее не совсем загружу. Может, конечно, это надо было все шепотом делать. Но я вообще не планировала такой этот экзеперонт, экстерн, хрен знает. Ну, короче, это случайность. Что-то у меня тут так же сцепилось все, нахрен. Эти бусики мне, по-моему, Лена Минск-Москва прислала как-то в свои какой-то послеты. Я вижу, что-то... О, как мы испугались-то этого шума. Если что, я думаю, можно потом еще и бусиками больше шуршать на самой елке. Я не помню, делала я так АСМР, чтобы было, допустим, я шуршу по самой елке. Не только дождиком, но и вот этими бусиками. Там стучу по шарикам, если делала, то окей. Если не делала, просто дай потом взять в каментах, хотите вы такое или нет. Будут у вас там какие-нибудь мурашки от этого. Да, елочка конкретно меньше, конечно. Но у меня-то у нее 9 веток отвалилось. В прошлом году она вообще на скотче держалась. Я решила, чтобы мне нужна новенькую елочку. На картинке она выглядела чуть побольше. Стоило это счастье... Что ты творишь, а? 200 с чем-то рублей. Ну, короче, какая цена такая елочка. Я в Терегу уже скидывала вид этой елочки. У меня еще есть отдельная гирлянда. Я, правда, не знаю, как она там горит, не горит, но в доброцение покупала. Как-то елочка у меня уже 3 дня подставлена. Просто на ней еще ни черта не было. Это были гирлянды, которые кошка хотела сожрать. На батарейках такая гирлянда. Завязалась в этот самый вузелок. Ой, блин, какая-то хрень острая собачилась у меня. Это не хрень, точнее, не острая, но... В общем, эй, блин. Скрепочка. Кошка, тебе же дали шарик. Смотри, шарик. Берем для тебя большой и не слишком шариковый. Елку мы уже несколько раз роняли. Это, оказывается, не Тишка. Тишка елку не роняла. Тишка хотел просто шарик какую-нибудь кому не издить. У меня один мамовский дед моролик. Единственный остался. У меня там были какой-то петрушка, не петрушка, этот снеговичок. От снеговичка осталась одна башка еще с прошлого года. Еще что-то. Какие-то там зверушки. По-моему, еще бонусные подарочки на заказе, когда я еще не вела видеоблог на канале, а вела текстовый блог. Где-нибудь там на Тифаретнике, куда я раз в туалет дохожу. На этом самом на Жужешечке, на Дайрике, еще где-нибудь там. Хрен знает где-то. Где я только его не вела. Помню, Тишке тогда говорила, зелененький шарик вот этот, что типа Тишка, давай его один оставим, чтобы на следующий год был шарик, хоть один такой маленький. Так, ну, есть фиолетовый шарик. Надо ее как-то развернуть ко мне, а то тут с одной стороны есть шарик, а с другой стороны ничего. А с другой стороны кот насрал. У меня тут есть стеклянные игрушки, но это не про моих кошках, их вешать сюда. Советские стеклянные игрушки, не совсем советские игрушки, но тоже стеклянные. Я очень жалею, что у нас с механки скоммунизили советских снегурку с Дедоморозом, когда один сосед снизу устроил пожар в подвале. Как бы случайно, ну, понятно, с какой целью, потому что потом в некоторых сарайках много чего не нашлось, в том числе и нашли. Под видом, ну, знаете, был пожар. Поэтому мы обязаны проверить вашу сарайку, взломав ее. А у дедушки там была мастерская. Так, это, по-моему, это стекло. Если что, я могу потом просто по советским игрушкам постучать ногтями, отдельным АСМРом. У меня здесь Дед Морозик, еще мама мне его дарила. Но, по-моему, он уже без колпака. Лысый Дед Морозик. Но с мешком с подарками. У него еще была арха. Арха, по-моему, тоже уже нету. Ни хрена. Так, его, по-моему, Тишка пытался прокусить. Делан весь уже такой-никакой. Хочешь Дед Морозика? Смотри, Дед Морозик. Тут божья коровка. Это, ну, как бы, мама делала. Шила все такое, вязала. И куда-нибудь приделала всякие брошки маленькие. Вот это, ну, как бы, отдельная покупная брошка. Можно мешок с подарками присопачить сюда. Так, игрушка такая. Он даже выстрел уже для тебя мешок с подарками. Кошка, ну, что ты творишь? У тебя же есть там этот Дед Морозик где-то, ешкин кот. Вот, смотри, Дед Морозик. Ты уронила обезьянку. Зачем ты уронила? Она, по-моему, говорящая. Батарея садится. Да, батарея садится. Тишку эта обезьянка пугала, потому что она так орала. Наверное, в разы громче. Ух ты, какая хрена. У нас тут такие советские игрушки. Были еще красивые советские игрушки, но, в общем, в одно место снесли, а из этого места скоммунизили. Ну, как бы, знаете, воровать с кладбища я не знаю, кем надо быть. Там был дедушка специально делал такой ящичек. В нем стояла малюсенькая елочка и ящик с игрушками. Маме в шурику ставили елочку с игрушками на Новый год. Какой красивый шарик жален стеклянный. И это недоразумение его стопудово раздолбает. Я ищу, где-то прошел еще дождик-то был. Типа такой вот совсем советский дождик. Совсем советский дождик. А еще должна была быть ленточка лезвия, которая еще несколько лет назад покупала. Голова снеговичка. Остальное отвалилось в прошлом году. Колокольчик. Почему-то он у меня с шариком привязан вместе. В прошлом году у меня сломались две этих самых гирлянты. еще большие гирлянты пошли в шишки всякие. То, что у нас в прошлом году наверное висело. Коробочка по уходу делает по большей части пластиковым сооруженным игрушкам. Тут какая-то трибука. Сейчас мы узнаем все-таки. Обалдеть! Тут маленькие советские шарики. И грязненькие. Пусть там лежат. Я их потом какие-то с лисюшками какие-то уже без лисюшек. Я их потом отдельно по АСМЛю. Чистые с принципов. И не надо так делать. Что ты с кому не сделала? Что ты с кому не сделала? Маленький зеленый шарик? Вот Тишка и то его оставил нам на елочку. А ты что делаешь в перерождении кота? Хрен тебе. Елочка у нас тут есть. Шишечка у нас тут есть. Еще одна шишечка есть. Звездочка есть. Ого, дозик. Это не тот, а он что-то разваливается. Ну, его можно будет потом за АСМЛ. Просто пошуршать дозиком, который разваливается. А вот голубая ниточка вроде еще не разваливается. У меня там желтая и такая вот, которая разваливается такого же свежего. Вообще, если не забуду, можно будет как-то эти игрушки разобрать. Швежий пакетик засуну. Интересно, это пластик? Да, вроде это пластик. Подруге скидываю как раз эту елку свою, она скидывает мне вот фотку своей елки, а у меня только гирлянда, а у него вообще там дофига говорит, а у нас больше всего такого типа украшения. Я говорю, я еще не повесила. Ну, тут даже какой-то барин на прошепке. Так, это мы куда уберем тогда пока. Ты чего уронила там? Шишечку. Я же тебе дала зеленую игрушечку. Чем тебе игрушечка не шишечка, а? Алиска, подожди хоть, а, с деталом. У нас соседи ворочают мебель. Не знаю, как тебе зритель, но мне так слышно. Маленькая увешанная всем подряд не бьющимся новогодняя елочка. Я же теперь на окно в комнату коплю. И с одной стороны я хотела себе купить этот магнит до 200 кипарис или как он там. А с другой стороны что-то это жаба задушила. Хотя всего-то 200 короче, не знаю. Может мне не надо никакой кипарис. У меня есть тут малюсенькая елочка. не бьющаяся. Эту фиговину я в прошлом году купила. Которая типа грызда. У меня даже украшения еще живы на стекло на кухню на собачьих. Приделать-то еще. Где такое не висит еще. Когда-то у меня было очень много всяких маленьких шариков которые в итоге все кроме зеленого кишка упаковывали. камера не видно. Что? Она тут сварит. Во-во-во-во-во-во-во. Я потом специально ноут включу. Не хотелось сегодня втайпить, но у меня что-то сил еще нету. Глаза болят. Я сейчас думаю специально включу ноут и сделаю монтажик мелкий. Ну, типа доставками. Чтоб посмотреть как оно в камеру. Ой, нет или нет? Не ронять елочку. Дед Морозик вон смотри скинулся. Алиска шо ты творишь, а? Дед Морозик он же этот самый главная часть Рашкинского Нового Года. У нас почему-то второй или какой-то там год подряд этот Новый Год в цветочном как-то раньше времени отмечается. по верению нашего этого кто он там Бера даже на елочке в этом году в этом году в этом номере ну, конечно, плюс, что они не стали срубать по цветочному как-то в этом году елки срубили и куда-то заныкали которая сама растет украсили мы украсили так будто бюджет Муглища совсем объединял потому что там чисто одна гирлянда я специально подошла вчера глянуть не надо сюда лазать пакетичек лазить не надо да надо будет это разобрать потом а то тут на коробке уже раздолбалась нахрен опять стеклянная красивая игрушечка тут еще какой-то шарик есть он походу делая надеюсь он пластиковый шарик пластиковый да он пластиковый я никогда столько игрушек не вешала мне кажется на елочку с учетом ее размера Алиска у тебя едет морозик которого еще тишка битья поближе и волшебная игрушечка шарик шарик тут есть нет тут все остальное только быющееся еще какой-то замороженный человек новогодний шишка стеклянная тут еще есть один шарик но на такой веревочке к нему колокольчик привязан чтобы не знать как его привесить у меня есть этот по-моему я его в Хельсинки купила в 14 году 7 лет назад купленная штуковина его конечно можно на окно где-нибудь привесить тут это Финляндия Санта Клаус Фанта Клаус Эй Мишизей я его там на кухне постараюсь как-нибудь привесить ну вот что ты делаешь а хулиганка сейчас мы еще герлянку туда пуском бачим у меня хоть там еще пишется прошли эти минуты записи или нет ой оно уже почти разряжается ну что зритель я думаю ты видел все в своей жизни а если не видел то вот только что увидел я тут немножко статист поерзала привет тебе зритель если я забыла сказать привет и пока тебе зритель сейчас и тебе эту я потом может на телефон отдельно запишу как она с герляндой потому что я ее еще не проверяла пока эй зритель поставь лайк пожалуйста